Привет всем в эфире Ньюсбокс. Меня зовут Кирилл Полинов. Смотрите Ньюсбокс на Russian Music Box и вы точно узнаете о самых модных и эксклюзивных новостях из мира музыки и шоу-бизнеса. Начинаем! Вперед во взрослую жизнь под хиты Мото и Лилит. За или против хирургического вмешательства мнения звездных экспертов в Екатеринбурге прошла Уральская Ночь Музыки. Все подробности об этом и не только узнаете уже через пару секунд в новом выпуске Ньюсбокс. В самом центре Москвы состоялось мероприятие, о котором мечтает каждый школьник. Долгожданный выпускной вечер, хедлайнерами праздника стали мод, а также полуфиналистка голос второй сезон Лилит. Какими были школьные годы артистов узнаете из репортажа Анастасии Коневой. В ночь с 23 на 24 июня выпускники праздновали окончание школы. Одной из самых востребованных московских площадок по традиции стал Голден Пелес. Вчерашних школьников, которые решили провести день прощания с учебным заведением в развлекательно-банкетном комплексе, в 2017 году ожидало море счастливых улыбок. Океан непередаваемых эмоций, интересное и зрелищное выступление участника Black Star Mafia Moto, а также полуфиналистки телевизионного проекта «Голос 2 Лилит». Я училась очень хорошо, была прилежной, примерной ученицей. Ну, потом на сцене увидите, какая прилежная ученица пела. Мод закончил школу с золотой медалью. А какой ученицей была Лилит, поведала она сама. Я закончила 10-11 экстерном и решила не ходить на чужой выпускной, а все-таки провести как-то этот замечательный день в кругу своих друзей и близких. Очарование выпускного вечера, празднование которого состоялось в любимом всеми месте, нельзя сравнить ни с чем. Воспоминания о часах, проведенных с друзьями детства, с учителями, которые на протяжении многих прошедших лет были рядом, переплетающиеся с восторженными впечатлениями от торжества, полученными на пороге самостоятельной взрослой жизни, не стираются из памяти никогда. А выступления Moto и Лилит помогли этому вечеру стать поистине незабываемым. На Цветном бульваре состоялось долгожданное открытие медицинского центра Альянс Франции. Это место ориентировано на оказание высококвалифицированной медицинской помощи, предлагая услуги для самых взыскательных пациентов, которыми являются многие звезды шоу-бизнеса. Кто именно, узнаете из репортажа Анастасии Коневой. 20 июня в клинике Альянс Франце прошла грандиозная френч-коктейль-пати. Для всех гостей были розыгрыши и мастер-классы от ведущих врачей России. Фуршет и мини-концерт с участием звезд российской эстрады. Расскажите нам, пожалуйста, о своей клинике. Чем она такая необычная? Что она привлекает внимание? Она необычная тем, что она для женщин. Для наших женщин, для всех женщин. Женщин всех возрастов. Ну, от совершеннолетия. Какие процедуры в этой клинике проделал? Ну, естественно, по лицу. Без ботокса, без нашего любимого друга просто никак. Ну, естественно, конечно же, какие-то массажи. Ну, готовлюсь к пластике. Конечно же, обращаются семейные пары. Ну, и мужчину тоже на осмотр. И чем эта клиника отличается от всех других? Ну, во-первых, тем, что лицо этой клиники непосредственно я. Да, мы подписали недавно контракт. Я уже некоторые процедуры здесь уже тоже успела сделать. Поэтому теперь я ответственна за клинику. Я вот ярый сторонник пластики. Я изменила, если честно, нос. Вот буквально недавно. У меня еще не прошло двух недель. Ты такой аккуратный. После операции я как раз сделала его здесь. Я никогда не скрываю. Сделала скулы. Ну, еще кое-какие процедуры. В своей деятельности клиника «Альянс Франце» использует самую современную аппаратуру, отвечающую высоким стандартам, принятым в европейской системе здравоохранения. Индивидуальный подход каждому и полная конфиденциальность гарантированным. Мне было бы приятнее, со мной бы находилась вечно молодая моя любимая вторая половинка, чтобы она всегда была красивая. И, конечно, порой приходится, порой я буду даже забывать и закрывать глаза на то, что «А, ты сделала себе вот это, а ты сделала себе то, ради бога». Но главное не переборщить. Нам очень интересно, разумеется, не пластические какие-то изменения, а прежде всего здоровые процедуры для лица, для тела, для ухода, для увлажнения. Да, и мы решили поддержать просто открытие клиники, потому что, я думаю, каждая девочка должна ухаживать за собой, не обязательно делать какие-то пластические операции. Когда увидел Жан-Поль Белимондо в 70-80 лет, и вот все его морщинки, это вот просто красота, которая ни с чем не сравнивает. Я говорю, вот есть такой вот, Энжи, детка, не хочу. Клиника решила устроить большой розыгрыш двух пластических операций – мамопластики и ринопластики. Однако без подарков все равно никто не ушел. Я считаю, что лучше по рекомендации, лучше увидеть результат 1, 3, 4, и, как говорится, сарафанное радио, и тебя, конечно, туда приведет. Вот, я не раз видела множество результатов, поэтому, конечно, я так понимаю, прицениваюсь, прицеливаюсь и приблизительно понимаю, что и когда мне понадобится. Пластика – это вопрос выбора. То есть первый вариант – это пластика, это нужна, когда происходит реальная коррекция, необходимая человеку в аварию он попал или еще куда-то. Ну, то есть нужно человеку необходимо сделать пластическую хирургию. Это одна история. Другое дело, когда человек для собственной самооценки, для изменения собственного мнения приходит к решению. Чаще это делают женщины, но мужчины тоже делают ринопластику, блефоропластику. Урал Мьюзик Фест Сегодня ночью Екатеринбург вновь превратился в огромную музыкальную платформу. Виной тому международный Юрал Мьюзик Фест, который проходит здесь уже в третий раз. Ежегодно в России проходит множество музыкальных мероприятий. Но самое масштабное, самый быстрорастущий фестиваль страны – это Урал Мьюзик Найт – Уральская ночь музыки. Ночь очень популярная. Есть там ночь музеев, ночь всего на свете. И есть Мьюзик Вик – музыкальные недели, которые проходят и в Финляндии, насколько я знаю, в Эстонии проводят. Мы это скомпилировали, и получилось Юрал Мьюзик Найт. Главный организатор Евгений Львович делится, что после очередного фестиваля старый новый рок пришло понимание, что рок – это слишком узко, и пришло время делать что-то большее, чем моножанровую историю. Когда мы это делали первый раз, это было в ощупь. И в прошлом году стало понятно, что это некое такое… Мы затронули очень такие важные социальные точки, стремление к социализации, напомню, универсального языка музыки. Оно действительно в народе. И выходит все больше и больше народу, все больше и больше площадок. И что будет в этом году, надеюсь, мы с вами вместе увидим. Фестиваль достаточно традиционно проходит. Основная фишка его – что все площадки бесплатные. Главное отличие фестиваля в этом году – количество музыкальных площадок перевалило за сотню. Буквально на каждом углу Екатеринбурга можно стать зрителем. Поют кинотеатры, кафе, книжные магазины и даже главпочтамт. Одновременно по всему городу выступают почти две тысячи артистов. Площадок больше ста в этом году, причем они абсолютно разные. Вы все их увидите. Вот сейчас площадка советской песни, есть площадка рэпа, есть площадка русской народной песни, есть площадка музыки народов Урала, есть всяческие, есть рок-н-ролл площадка, есть юролы-мьюзик-скул, скольная площадка ансамбля, которую репетировали в актовом зале. Мы сделали объявление, собрали заявки от школьников, которые исполняют авторские песни. Потом я и вместе все мои музыканты, они все педагоги, начали заниматься с ребятами. Вокалом, барабанами, клавишами, синтезаторами, общей композицией. И вот сегодня в результате недели мы их как-то более-менее подтянули, и сегодня все ребята будут выступать. Фестиваль стоит посетить хотя бы из-за уникальности данной площадки, потому что где, как ни на Уральской ночи музыки, можно будет услышать исполнение арии с балкона оперного театра. Рэп и фолк, авторская песня и джаз, классика и модерн. На улицах Екатеринбурга звучит музыка с 70 различных направлений. Мелодию по душе здесь находят даже иностранные гости уральской столицы. Количество должно перейти в качество. Больше хедлайнеров, у нас больше 20 хедлайнеров, больше этники, больше классическая музыка. Мы немножко перекашиваем в этот раз. Мультижанровый формат мероприятия не оставил равнодушным никого. А организаторы поделились, что главной задачей для них было сделать гостей и слушателей счастливыми. Пусть и на одну ночь. Екатеринбург, мы встряхили этот раз свет. Браво! Урок фехтования от Ягудина и репетиция нового шоу Авербуха. Самые успешные мамы получили премию. Узнайте об этом завтра в 19.00. Не пропустите. Вот и все. Чаще заглядывайте в наши официальные группы ВКонтакте и Фейсбуке. А также не забывайте лайкать и комментировать фотографии в Инстаграме телеканала Russian Music Box. С вами был Кирилл Полинов. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!